добрый день на библейский портал экзегет поступил вопрос как совместить правильную самооценку и смирение разве это не противоречие но сам человек по всей вероятности и ответил он уже рассуждает что это противоречие на самом деле противоречие в чем заключается смирение смирение и самооценка 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 сам себя оцениваю буква я конечная буква нашего алфавита ставится вперед всего алфавита и начинается рассмотрение этой буквы сразу вспомнилось помните а кто говорит этот человек одни говорят про него что он худой другие говорят что он толстый одни говорят про него что он умный другие говорят про него что он глупый одни говорят что он жестокий говорит что милосердный кто этот человек да то один тот же человек просто для кого-то он умный если сразу сравнить его с детьми учениками третьего класса он конечно умный если с профессором каким-нибудь конечно глупый если сравнить его стощим человеком то может быть толстым а если толстым то может быть худым это всего один человек поймите что человек не может себя адекватно оценить даже люди другие люди не могут оценить тебя потому что когда человек попадает в схему оценки это уже берут берутся какие-то определенные критерии эти критерии в разных обществах в разных временах в разных системах они разные для индии эта женщина не толстая но простите меня для европейца она может быть толстая это разные системы схемы оценки для определенного общества этот человек может быть гениальным а для другого он будет сумасшедшим любой человек который зацикливается на оценки или на самооценки хочешь и не хочешь он всегда перейдет к личности и хочешь не управлять этим процессом будет буква я а в конце концов гордыня вот что делает представьте на себе на секундочку да встречается папуаска с новой гвинеи с шеей 28 сантиметров с кольцом в носу с выбитыми передними зубами с кольцами в ушах встречается с современной женщиной его в кавычках с дамой которая из-за сан заниженной самооценки налила себе ботоксов в губы наклеила себе новые ресницы надо натыкала себе дырок там в ушах наделала себе какие-то дополнительных этих и вот они вдвоем встречаются где-то на нейтральной полосе что они друг о друге думают так вот понимаете оценка самооценка она всегда приводит к тому что человек понимая свое несовершенство начинает себя совершенствовать но 28 сантиметров шеи это же несовершенство это же не не дуг какой-то выбитые передние зубы там или наколка на 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 лице это же какое-то недуг и несовершенство но человек думает что он совершенствуется и что он делает себя лучше он делает себя красивее тем что чем тебя отрезает куда-нибудь себе чего-нибудь накачивает что тебе удлиняет что тебе укорачивает но это же не совершенство это же искушение какое-то вот поэтому человек который занимается пытается заниматься заниматься самооценкой, он всегда будет ошибаться. Более того, когда человек будет заниматься поисками себя оценкой, спрашивая это у других, а что они обо мне думают, или что вы обо мне думаете, он тоже будет ошибаться. Я думаю, что вот окончание этого вопроса, которое само было ответом на это, не является ли это противоречием. Смиренный человек никогда не будет думать о себе с точки зрения буквы «Я». Смиренный человек всегда будет думать и о себе, и об обстоятельствах, которые его окружают, всегда с точки зрения буквы «А». Азм есть Господь, Бог твой. Что думает Бог обо мне, что думает Бог о моём поступке, что думает Бог об этих обстоятельствах. И если я понимаю, что Бог думает что-то другое, чем я представляю, вот я должен с собой что-то делать или с собой, с теми обстоятельствами, которые существуют. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!